здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию очень такой простой стример который практически окунь плотва красноперка ну и будем говорить так если щука попадется тоже не пропускает я взял обыкновенный крючок вот такого плана самый-самый обыкновенный так как мы заговаривались все из тех материалов которые у вас должны быть под руками загрузил его свинцом и нам с вами необходимо теперь закрепить хвостик хвостик я буду изготавливать из вот такой щепоточки люрекса но люрекс да очень жесткий поэтому вы постарайтесь для себя как-то подобрать чтобы у вас элементы были в хвостике достаточно жесткие вплоть до того что можете сами изготовить я беру его перекладывать будем в две части поэтому сперва подхватил в одном месте переламываю замок и креплю уже окончательно вот так и промотаем немножко как обычно чтобы наш хвостик приподнять этого будет достаточно в качестве тела мы будем использовать как я уже неоднократно употреблял в своих работах это шерсть но она штапельная цвет какой-то ближе к морковному ну и в то же время как и оранжевый перед тем как мы будем изготавливать тело закрепим еще вот кусочек вот такого люрекса для сегментирования нашего тела можно использовать проволоку или какой-либо другой элемент который будет закреплять наше тело закрепили буквально совсем немножечко вот так промотали подравнивать ничего не надо формируя тело мы с вами все подровняем берем теперь нашего даббинга совсем небольшую щепотку вот приблизительно как вот у меня вышла вот такая прядь и как всегда я уже неоднократно показывал прикладываем к нитке слегка прокрутили вокруг нитки и до первого касания даббинга коснулись и теперь начинаем формировать нашу даббинговую веревочку аккуратно теперь виток к витку если есть необходимость проходим и по два раза по одному и тому же месту и формируем небольшое такое веретенообразное тело учитывая то что это уже штапельное у нас волокно сам по себе стример уже достаточно крепкий то есть порвать его наш окунь так быстро не сможет доходим теперь до окончания нашего свинца и здесь уже проматываем несколько по плотнее вот так и я буду менять нить на более темную поменяли на более темную нить и теперь выберем определенный для себя шаг просто для красоты просегментируем наше тело если у вас есть желание пожалуйста можно дополнительно его еще начисать и сделать более пышным но учитывая то что у у нас и так достаточно здесь пышности остановимся на этом варианте теперь самое основное мы будем изготавливать крыло как я и говорил по моим правилам оно все должно быть у вас под руками значит можно я вот изготовил вот такой вырез из обыкновенного охотничьего фазана пера можно если у вас имеется вот как у меня остатки цесарки или любого другого пера вплоть до того что можно вот допустим сделать хороший вырез из такого пера это уже не составляет никакой сложности главное подобрать вам по величине вот мы изготовили теперь я беру вымеряю как у меня должно быть до приблизительно середины хвостика и сверху вот так охватываю свое перо которое мы с вами примерили и вот такими движениями аккуратно до нашего тела подхватываем следим за тем чтобы оно у нас было ровно вот так этого будет вполне достаточно остатки аккуратно удаляем они нам будут теперь только мешать берем опять совсем немножечко нашего даббинга совсем совсем немножко но прежде чем мы будем крепить наш даббинг нам необходимо с вами немножечко промазать клеем и закрепить перо перо я подготовил вот такое по остаткам которые у меня есть вы уже подберете для себя сами значит сперва совсем-совсем немножко мы с вами должны скрыть место крепления пера и заодно у нас сформировалась симпатичная грудка вот вот столько уже я думаю будет достаточно остатки убираем и теперь выполним опушку из нашего пера опушка в большей степени нам нужна для стабилизации нашего стримера поэтому количество оборотов вы уже для себя подберете и выберите сами как и величина пера но перо желательно чтобы было не сильно жесткое удалили остатки я капнул буквально капельку лака доведете головку как и я до конца сами и как вы видите вот такой незатейливый у нас типа ручейника мокрого не поймешь то ли жука то ли мокрые мушки готов к работе благодарю вас за внимание до скорых встреч